Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 7 января 2020. В этом фильме я хочу провести разбор песни «Часики», которую исполняла в своё время певица Валерия. Пик популярности этой песни пришёлся на 2000-е годы. Давно собиралась, кстати, это сделать. И вот ищу автора песни. Вот сайт. Песня оказалась стопроцентным хитом. Её автор, композитор Виктор Дробыш даже сравнивал «Часики» с травой у дома по популярности и количеству кавер-версий. Написал он её в 2003 году, когда Валерия только начинала работать с Иосифом Пригожиным и готовила альбом «Страна любви». И продюсеры, и певицы, и композиторы предполагали, что композиция станет хитом, но не думали, что успех будет таким ошеломляющим. То, что они попали в десятку, Дробыш понял очень скоро, увидев, как на концерте под Москвой зал встаёт, раскачиваясь в упаянии, подпевает артистки. Из-за холода почти все были в шубах и шапках, и меховой ковёр в зале двигался в такт «Девочкой своей ты меня назови». По словам композитора, с одной стороны, ему приятно, что эта песня Валерии стала так невероятно популярна, но с другой, как признавался Дробыш, композицию уж слишком загоняли. За 15 лет часики успели перепеть и коллеги Валерии по поп-цеху, и рокеры, и панки, и иностранные звёзды. И здесь, на этом сайте, показано, кто и как её перепевала. В 2007 году, и в 2008 году, и в 2009 году. Для какой возрастной группы написана эта песня? Я полагаю, что для молодёжи, и причём для подростков, и чуть постарше. Поэтому у меня немного вызвал диссонанс, когда Валерия, будучи взрослой, хоть ещё и молодой, но взрослой женщиной, и имея троих детей, и будучи уже три раза замужем, пела от первого лица «Девочкой своей ты меня назови». Женщина слегка за 30, с тремя браками, с тремя детьми, сложно назвать девочкой, тем более обмануть как девочку. Но песня именно об этом, потому что во второй раз он, ну он, некто, обманул девочку. Ну пела и пела, сказали, вот и пела. Надо было раскручиваться заново с новым продюсером. На фоне всей той эстрады эта песня звучала неплохо, особенно музыкальная её часть. Мне нравилась мелодия, но что-то было не то с текстом. Тогда я особо не задумывалась, как и многие, насколько я понимаю, многие из нас не обращали внимания. Автор музыки Виктор Дробыш, автор текста, его первая жена и финская поэтесса. Так взята из-за открытых источников в интернете, эта информация. Но вот сегодня время изменилось, частота Шумана повысилась, мы все стали просыпаться, осознавать наш мир иначе. Мы стали предъявлять аудит всему тому, что пела и скакала у нас на голове, имея в виду СМИ, с 1991 года, пока мы как народ лежали в коме. Возможно, и сами авторы сегодня стали бы писать другие тексты, но пока эстрада по инерции, так сказать, не эстрада, шоу-бизнес по инерции продолжает свой банкет и требует его продолжения. Не просто продолжает, но и требует бесконечного продолжения банкета. А за чей счёт банкет? Например, рэп Егора Крида. Ну, я его не знала, телевизор не смотрю, а когда работал над этим фильмом, увидел, что очень симпатичный парень, Егор Крид, наверное, очень популярный у молодёжи, и Валерия на песню «Часики» сделали новую версию, перепели её, тому подтверждение, что это всё продолжается. А что сказали сами авторы о том, как писали свою песню? Так вот, ещё, значит, песню «Пятнадцать лет» оставили в целости и сохранности лишь припев. Егор Крид написал песню и переделали. Но это ещё и авторские, ведь не забывайте, это хорошие дивиденды, чтобы это всё продолжалось. Ну и вот есть такой сайт, что «Часики» натикало. Как была написана песня «Часики»? Почему для Валерии она стала по-настоящему судьбоносной? И кто из музыкантов уже успел перепеть известный хит? Сначала Валерия и её новый продюсер Иосиф Пригожин делали ставку на песню «Была любовь», которую певица будто рассказывала в своём прошлом. Баллады хорошие, но слишком грустные, вряд ли будут петь хором, подумал Дробыш, ему хотелось написать для новой Валерии по-настоящему народный хит. Вот они эту песню считают народным хитом. Композитор предложил певице не печалиться о прошлой любви, а порадоваться новой. Я как-то всё на ходу и так быстренько на синтезаторе наиграл Валерия под эту демку, прямо с синтезатора начала петь. Здесь пишут они, как это всё быстро. Они буквально вот на коленке создавали этот хит. Оставалось придумать текст. Вот это сейчас мы остановимся на этом. Придумать текст. За помощью Дробыш обратился к своей бывшей жене, поэтессе Елене Стюф. Насколько я понимаю, на тот момент, когда создавалась эта песня, жена была ещё не бывшая. Так, Виктор Дробыш, композитор-продюсер, звонит Лену и говорит, есть такая идея, девочка, и свою ты меня назови. Я ей, Лера, давай, мы прямо в процессе, она поёт, мы в мурашках. Песня стала хитом мгновенно. То есть писалось это очень быстро, и как бы никто ни о чём не задумывался. Как и в песне сказано, ни о чём не задумывайся. Песня стала хитом мгновенно. Дробышу поступило столько предложений от звёзд нашей эстрады, что он переехал из Финляндии, где жил до этого, в Россию. Вот в Финляндии он и жил со своей первой женой, которая является автором текста. Валерия уверенно называет часики свои судьбоносные песни, ведь они натикали ей новую любовь с Иосифом Пригужиным. Ну, это такая карамель, всё замечательно. Вот прекрасные у нас тут молодые люди, шикарные просто, да, вот. Кумиры молодёжи с наколками. Вот что нам показывает. Мечта Виктора Дробыша сбылась, его песню с Валерией поёт вся страна, причём не только поклонники поп-музыки. Несколько лет назад часики вышли в рок-версии от группы «Наив», премьера 18-го года стал дуэт Валерия с Егором Кридом. Часики рэп-поколения обзавелись новыми куплетами, что я вам и говорила. То есть мечта сбылась, песню поёт вся страна, песня стала народной. Теперь предлагаю перейти к самому тексту и рассмотреть его внимательно уже новым нашим сознанием в проснувшемся часике. Текст Валерии, девочкой своей, ты меня назови. Я вижу твою улыбку, я помню свою ошибку, но сердце уже не важно и я ошибаюсь дважды. Пусть сегодня ты со мной поиграешь в любовь. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чём не жалея, люби. Просто так, просто так, два раза за окнами дождик плачет, я выпью за неудачу и станет уже не важно, что я ошибаюсь дважды. Пусть сегодня ты со мной поиграешь в любовь. с девочкой своей ты меня зови, потом обними, потом обмани, а маленькие часики смеются. Тик-так, ни о чём не жалей и люби. Просто так, просто так. Надеюсь, вы помните эту песню. Итак, давайте перейдём к первому куплету. Я вижу твою улыбку, я помню свою ошибку. Ещё раз напоминаю, я считаю, что эта песня адресована молодёжной аудитории, подростковой и чуть постарше, то есть где-то до 18 лет. Если кто-то считает, что песни пишутся просто так и не рассчитываются на какую аудиторию, то они просто не знают вот этих маркетингов, ходов шоу-бизнеса. Всё очень чётко математически рассчитывается по кодовым словам, так, на какую аудиторию идёт воздействие. Это не для взрослых тёток, эта песенка. Я вижу твою улыбку, я помню твою ошибку. Итак, представляется молоденькая девочка, подросток лет 15, может быть, может быть, 16, но сердцу уже не важно, и я ошибаюсь дважды. Сердцу не важно, это не сердцу не важно, это гормонам не важно. То есть девочка видит его улыбку, помнит свою ошибку, он уже, там что-то произошло, но сердцу уже не важно, гормоны, я ошибаюсь дважды. Значит, она уже понимает, что она совершает ошибку, но идёт на эту ошибку. «Пусть сегодня ты со мной поиграешь в любовь». То есть опускает планку девочка, «Сегодня ты со мной поиграешь в любовь». Что такое «поиграешь в любовь»? Что такое? В 90-е годы пропагандировалась фраза «Поиграешь в любовь» или «займёмся любовью». Они что там будут заниматься уроками, рисовать или что они там будут, мячик играть? Нет, они будут заниматься сексом. Играть в любовь, заняться любовью – это значит заняться сексом. Вот что пропагандировалось в фильмах 90-х годов. До этого подобных вещей не было ни в кинематографе, ни в песнях тем более. «Девочкой своей ты меня назови». Дальше у нас продолжение. Во что это переходит? Что значит поиграться в любовь? «Девочкой своей ты меня назови», а потом «обними», а потом «обмани». То есть сначала «назови» в уши там, там это самое. Потом «ты меня обнимешь». Девочка уже понимает, что он её, что дальше будет. Потом «обманет». Что за словом «обманет»? Мы понимаем, взрослые люди, что за словом «обманет». Здесь подразумевается. Подростки это тоже понимают, что за этим следует. То есть опускают планку, и идёт вот этот вот секс. «Маленькие часики смеются, тик-так, ни о чём не жалей, и люби просто так». А здесь у нас чёткая программа. «Маленький, то есть ты ещё молоденькая, ни о чём не жалей, и люби просто так, да просто расслабься и получай удовольствие. Да подумаешь, обманывай, да ерунда какая». «За окнами дождик плачет, я выпью за неудачу. И станет уже неважно, что я ошибаюсь дважды, пусть сегодня ты со мной поиграешь в любовь». Давайте рассмотрим, что здесь, какой смысл здесь заложен. «За окнами дождик плачет». Картиночку представляем, да, пасмурно, дождик плачет, грустно. «Я выпью за неудачу». Девочка понимает, что у неё неудача. А что значит «удача и неудача»? Она что, охотилась, что ли? Нет, просто она опустила планку. Ею попользовались, но она ничего не получила. Это можно назвать неудачей, потому что нет перспективы в отношениях. Они ничем не окончились, её просто использовали. «И станет уже неважно, что я ошибаюсь дважды». Вот эта фраза «я выпью за неудачу». Девочка, дождик плачет, девочка плачет, и она выпьет за неудачу. Что девочка выпьет за неудачу? Тролли сейчас мне напишут. Может быть, она выпьет воды. Да, хорошо, можно сказать, что я выпью воду за неудачу. «И станет уже неважно, что я ошибаюсь дважды». Но если человек пьёт воду, то это никаким образом не влияет на то, что у него критическое мышление ослабляется. Здесь девочка выпьет алкоголь. Здесь подразумевается, что девочка выпьет алкоголь, и ей станет уже неважно, что она ошибается дважды, то есть опускает свою планку. «Пусть сегодня ты со мной поиграешь в любовь». И сегодня придёт мальчик, и просто попользуется девочкой. И никаких перспектив. Что там у неё будет дальше, неважно. И следующий куплет, который завершает вот это всё. «Девочкой своей ты меня назови». Опять он назовёт её девочкой. Потом он её опять обнимет, а потом обманет. То есть поимеет. Будет секс, который ничего девочке не даст, кроме того, что она свою благодать, свою женскую благодать теряет на этом. Она энергетику свою женскую теряет. А маленькие часики смеются тик-так, «Ни о чём не жалей и люби просто так». Это всё повторяется. «Ни о чём не жалей и люби просто так». То есть девочка, пускай тобой пользуются, опускай свою планку, ни о чём не жалей, да подумаешь и живи только сегодня, сегодняшним днём, и не надо думать о будущем. Расслабься и получай удовольствие. Пускай тебя, так сказать, имеют все, кто хочет. Достаточно просто назвать тебя девочкой, потом наговорить тебе стрекороба, потом тебя обнять, потом ты выпьешь за неудачу. Ну, в общем-то, кому какое дело. Вот мне интересно, люди, которые, они не понимают, что это, они прекрасно всё понимают. Они прекрасно всё понимают, и мы знаем, что на эстраду не пройдёт никто. Никто не пройдёт через фильтры этого шоу-бизнеса. Туда попадёт только то, что должно в целях пропаганды проходить. И вот интересно, вы сами, когда это всё писали, вы своим детям это предложите, вот эти программы своим дочерям, своим сыновьям, чтобы ими пользовались, и чтобы они ни о чём не жалели, чтобы они, если у них какая-то неудача, вот ими попользовались, то надо просто выпить и расслабиться, и пускай пользуются дальше. В советские времена были музыкальные критики, и была цензура, и протащить пошлость было сложно. Надо было очень постараться и завуалировать сюжет так, чтобы комиссия не догадалась. А сегодня и все годы так называемой демократии, все эти святые 90-е и уже 2000-е, цензура тоже есть, но цензура наоборот. Песни и исполнители песен, направленных на традиционные ценности, считаются не формат. Никогда не попадут в ротации, не станут хитами. Надеюсь, я ни для кого не открыла Америку. Предлагаю всему народу, всем конкретно в лице в данный момент зрителей моего канала, других блогеров и авторов, провести аудит самых раскрученных хитов, популярных шлягеров, начиная со святых 90-х и по сей день, и провести статистику, какие произведения несли и сеяли доброе вечное, были направлены на созидание и самоуважение личности, на устремление в будущее, на построение будущего, на построение будущего, а какие несли, сеяли программы саморазрушения, пропаганду алкоголя, наркотиков, раннего секса, извращения и равнодушия к своей судьбе и своему будущему. И давайте посмотрим разницу. Желательно подключить к этому аудиту своих детей, подростков и молодежь, чтобы оценить реальную картину воздействия на сознание нашего будущего, то есть нашей молодежи. В интернете есть небольшая работа, называется «Специфика телевизионной критики в России из текущих наблюдений Баканов Роман Петрович». Они здесь проводят сравнение с Гостелерадио СССР, Метод и Результаты. Наше исследование показывает, что с каждым годом на страницах перечисленных печатных СМИ уменьшается численность материалов, в которых есть анализ телевизионных передач. Так, за период 2003-2006 года, то есть эта статья описалась вот когда, в 2003-2006 годах, то есть 15 лет назад, телеаналитика печати снизилась почти на 20%, но при этом стала больше публикаций анонсирующих предстоящей программы или рассказывающих о личной жизни популярных телеведущих. Иногда в данном материале присутствует доля анализа работы конкретной телевизионной персоны, но с непременным акцентом на сенсационные, часто скандальные, интимные подробности ее жизни. Ситуация характерна для «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», отчасти «Независимой газеты». Вот то же самое и телевидение. Современная телекритика четко следует за информационным поводом, который, как правило, становится выход в эфир определенных передач или окончания очередного временного периода для обозрения теленедели телесезона. Постоянное обозрение за неделю имеется в газете «Известих», литературной газете, российской газете. До конца 2006 года были и в «Независимой газете». Остальные издания пишут о ТВ, от случая к случаям. Несомненно, придет, наконец, время, когда вся пресса будет уделять телевидению такое видное место на своих страницах, которое она заслуживает. Мониторинг показывает, что практика телекритики не столь постоянно случается, что в некоторых газетах, в том числе исследуемых нами, ее не бывает по несколько месяцев или никогда. Таким образом, можно констатировать неравномерное распространение данного направления в федеральных печатных СМИ. Итак, это было на момент 2003-2006 года. А что сегодня у нас? 2020. Пишите в комментариях, и я сделаю видео по вашим отзывам и выводам, выбрав самые яркие песни и шлягеры и по количеству проголосовавших. То есть по количеству этих шлягеров, кто больше всего проголосует, за какую конкретно песню мы их и будем разбирать. Потому что я уверена, что таких песен вы наберете очень много. Песен, которые пропаганда опущения планки, разврата нашей молодежи. Во вкладке «Сообщество» я размещу опрос на эту тему. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ.